Карачаево-Черкетия вошла в четверг регионов страны, лидеров по реализации мероприятий строительной отрасли. Набранные темпы избавляться не будут, сказал глава региона. Из-за пожара семья Роевых из станицы Исправной осталась без дома, но благодаря неравнодушным людям они обрели свое жилье. Выполнили задания следователей и криминалистов, узнали об основных функциях направления службы в органах внутренних дел. Отнодневную стажировку в отделе прошли студенты. Более 80 работ преподавателей и учеников художественной студии выставлены на экспозиции. Кроме классической живописи, есть и картины, выполненные смешанной техникой из эпоксидной смолы. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаева-Черкесия. Вопреки санкциям строительная отрасль России бьет рекорды, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Республика вошла в четверку регионов страны, лидеров по реализации мероприятий строительной отрасли. Эти итоги были подведены в ходе заседания Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснулина. Карачаева-Черкесия продемонстрировала лучшие показатели по 16 программам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры по итогам минувшего года и заняла четверкую строчку в рейтинге субъектов Российской Федерации. Так, в 2022 году в республике велись работы по 191 объекту – это школы и детские сады, врачебные амбулатории, фоки, дома культуры и поликлиники. Особое внимание уделялось, и эта работа будет продолжена по объектам водоснабжения и дорожному строительству. Вместе с тем, объемы жилищного строительства в регионе на 30% превысили итоги 2021 года и составили свыше 300 тысяч квадратных метров. Как подчеркнул Рашид Тимрезов, набранные в год столетия темпы сбавляться не будут. Я отметил, что этот результат стал возможен благодаря вкладу каждого представителя строительной отрасли региона. Клава республики поблагодарил их за бесценный труд. Протянули руку помощи попавшему в беду. Благотворительный фонд «Благие дела-09» оказал помощь в покупке дома для семьи Роевых в станице Исправной Зеленчукского района. Они остались без жилья из-за пожара. Отец семейства Владимир Роев является инвалидом первой группы. Многие жители республики оказали поддержку фонду в сборе средств. В новом доме семьи Роевых побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Семья Роевых жила в станице Исправной по улице Восточная, 31. Но произошедший пожар полностью сделал дом непригодным для жизни. Неравдоношная жительница станицы Яна Шулика, узнав о происшествии, сразу же объявила в соцсетях о сборе для покупки дома пострадавшим. Оказать поддержку в сборе и покупке нового жилища откликнулась благотворительная организация «Благие дела 09». Уководитель данного фонда Рада Байчорова вместе с Яной нашли дом в самой станице за 350 тысяч рублей. И собрав и передав половину суммы, договорились с хозяином домовладения, чтобы семья могла переехать в новое жилище. Хозяйка этого дома согласилась нам его продать в рассрочку, пока мы организуем сбор. И во время сбора, когда мы соберем деньги, чтобы мы оплатили за этот дом, получается, нам еще разрешила, что мы сразу можем перевезти дедушку. На данный момент сбор идет очень активно. Мы насобирали 170 тысяч, у нас остаток 180 тысяч. Я прошу всех неравнодушных жителей нашей республики оказать непосильную свою помощь, вклад для того, чтобы этот дом мы смогли оплатить полностью. А сегодня директор фонда «Благие дела 09» Рада Байчорова посетила Новоселов. Пожелала здоровья отцу семейства Владимиру Роеву, который является инвалидом первой группы. У Владимира Ивановича паралич тела на 95 процентов. И поэтому необходимо было в срочном порядке перевести его в новый и теплый дом, где он уже принимает своих добрых гостей. Дом этот будет теперь лично вашим. Никто вам ничего не сделает. В чем будет нужда? Обращайтесь, Диане, Диана скажет нам. И мы всем миром поможем. Хорошо? Активистка, объявившая сбор Яна Шулик, отметила, что при перевозке и в оказании помощи семье Роевых помогали все жители станицы Исправной. Люди у нас здесь очень добрые, отзывчивые. Кто-то принес занавески дал, кто-то ковры. Приходили, помогали. Вот мальчишки на своих тракторах перевозили там это все бесплатно. Вещи нам, дрова и все остальное. Здесь люди как бы очень хорошие. Также начался сбор. Я попросила, кто может, кто вещами, кто деньгами, чтобы просто приобрести хоть какое-то жилье им. Новый дом достаточно уютен и полностью отапливается. Ранее хозяйка домовладения Светлана Белашева отметила, что этот дом принадлежал ее родителям и долгое время пустовал. А увидев призыв о помощи от станичников, она не могла им оказать и продала его в рассрочку. Лучше я поселю сюда инвалида. Пускай он здесь живет, я очень рада. Я вчера, когда увидела видео, Диана выставила, честно плакала. Честно, дом начал жить. Теперь нужно собрать оставшуюся сумму 180 тысяч рублей. Чтобы полностью погасить оплату за новый дом. В свою очередь глава станицы исправной Александр Березовский подчеркнул, что все жители оказывают помощь семье Роевых, а также со стороны администрации оказывается особое внимание им. И мы также надеемся, что вся сумма будет быстро собрана. Алиханепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. В Общественной палате Республики состоялось внеочередное пленарное заседание. В начале мероприятия исполняющий обязанности заместителя, руководителя администрации, главы и правительства Марат Хубиев вручил членам палаты благодарность от главы Республики и наградил почетными грамотами правительства. Вторым пунктом повестки было избрание Энвера Байчорова в состав Общественной палаты 4-го созыва и назначение его председателем комиссии по развитию здравоохранения, охране здоровья граждан и физической культуры. А председателем комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества, благотворительности, патриотическому и духовному воспитанию избрали Асю Хакирову. Председатель палаты Елена Алешова поздравила православных с крещением Господня, наметила планы на ближайшее время. Полицейские УЗ Жигутинского района приняли студенческий десант. Отнодневную стажировку в отделе прошли студенты 2-го курса юридического факультета филиала Международного открытого колледжа современного управления имени Абрекова. Алла Качиева подробно. Экскурсия началась с аллеи славы сотрудникам УВД УЗ Жигутинского района, участникам Великой Отечественной войны и памятника сотрудникам отдела погибшим при выполнении служебных обязанностей. Заместитель председателя и член Совета ветеранов отдела внутренних дел по УЗ Жигутинскому району Анатолий Фетисов и Юрий Дзугов рассказали ребятам краткую историю территориального органа, а также о подвигах сотрудников отдела, отдавших свои жизни в борьбе за правопорядок. Поблагодарив ветеранов запознавательный рассказ, ребята прошли КПП, где ознакомились с контрольно-пропускной системой в административное здание. Студентам рассказали, как работают полицейские кинологи, как проводятся обследования помещений и транспорта с использованием служебно-розыскных собак, которые помогают обнаружить оружие, наркотические средства и другие опасные предметы. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Мурат Узденов провел беседу, в ходе которой говорил о безопасности и соблюдении правил дорожного движения, о работе ДПС. Заместитель начальника полиции Аслан Тикеев довел информацию о работе дежурной части, о процедурах приема заявлений и регистрации сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, о происшествиях. В ходе экскурсии сотрудники отдела продемонстрировали некоторые виды оружия, состоящего на вооружении органов внутренних дел. Следователи-криминалисты подготовили для ребят задание. По задумке была совершена кража телефона, а студенты, выступая в роли полицейских, проводили расследование, снимали отпечатки пальцев, опрашивали условных свидетелей. Мы проследовали на саму территорию отдела, где рассказали о спецавтомобилях, которыми оснащен наш отдел, рассказали о кинологической службе, зашли в административное здание, где рассказали о сердце нашего отдела, дежурной части, чем она занимается, ну и о направлении участковых уполномоченных, о направлении следствия, о направлении экспертов, рассказали, как поступить в ведомственные вузы, рассказали об условиях приема на службу, полицию. В ходе познавательной экскурсии молодые люди познакомились с руководством отдела, узнали об основных функциях, задачах и направлениях службы в органах внутренних дел. Они поблагодарили полицейских за интересный день стажировки и ушли в хорошем настроении, обсуждая между собой наиболее интересные моменты. Думаю, данное мероприятие получилось достаточно познавательным для нас, так как мы в будущем почти все планируем работать в органах. Мы увидели всю структуру изнутри и получили много познавательной информации и хороших впечатлений. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия у нас проводились почаще. Думаю, это было бы достаточно полезно. В завершение встречи сотрудники ОВД по Узжегутинскому району поздравили ребят с наступающим днем российского студенчества и пожелали отличной учебы. Алла Качиева, Вести Карачева, Черкесия, Узжегутинский район. В картинной галерее открылась отчетная выставка преподавателей и учеников художественной студии города Черкеска «Краски-09». Написать самому картину, научиться азам академического рисунка или на гончарном круге слепить предмет интерьера. Все это возможно, если есть такая мечта. В этом убедилась наша съемочная группа. Свои творческие работы выставили художники Анна Макрякова, Александр Ольховский и ремесленник Вячеслав Якимовец со своей коллекцией керамических изделий. В рамках выставки представлены и лучшие творения воспитанников судьи за пять лет ее работы. У меня большая гордость, что мой ребенок впервые выставляется в уставочном зале. Непосредственно ее картины. Я очень благодарна руководителю нашему по живописи, которая разглядела в ней вот эти зачатки, как живописца. Мы будем и в дальнейшем развивать эти ее наклонности. Томила Ацаева 10 лет занималась художественной гимнастикой. Стала кандидатом в мастера спорта, но любовь к живописи оказалась сильнее. Мне очень нравится рисовать. Мне нравится рисовать масляными красками, акварелью, гуашью на больших форматах. Мой главный кумир в художественной деятельности – это Анна Сергеевна, мой учитель. За время работы художественной студии «Краски-09» на мастер-классах побывали более 500 человек разного возраста и профессий. Главная идея таких занятий – помочь реализовать мечту. Лариса Тлипсирукова увлеклась живописью пять лет назад и написала около 20 работ, три из которых представлены на этой выставке. Первая картина, которую я написала, называлась «Тюльпаны». Сейчас я, конечно, смотрю на фотографию этой картины, она мне кажется такой детской по сравнению с теми работами, которые я уже после начала делать. Я понимаю, что это не профессиональные работы, а это такая, ну, дилетантские работы, да, но мне вот я получаю удовольствие, когда я их пишу. Теперь я чувствую себя более уверенной, когда пишу, хотя вот лицо, профиль человека мне дается тяжелее. Очень люблю писать мастихином. Кроме классической живописи, зрители могут оценить и картины в смешанной технике из эпоксидной смолы. Работы пленерные, живописные в масляной технике и акриловые, экспериментальные. Есть даже работы восковые, вот как та картина, например, да, то есть она просто нарисована воском и домарной смолой. Есть работы в смешанной технике, как это, например, масло с эпоксидной смолой. Всем спасибо, что пришли. Вот здесь, естественно, люди, наверное, и не имеющие отношения к искусству, и имеющие. Здесь есть и ученики наши, и, наверное, будущие ученики. К нам приходят люди практически без подготовки. Иногда вообще не умеющие рисовать, не умеющие лепить. Хотя у нас помимо живописи, графики, черчения есть еще керамика, гончарный круг. Собственно, эти дисциплины я и преподаю. И люди себя там открывают с непривычных сторон. Как показывают представленные работы, нет ничего невозможного. С хорошим наставником каждый человек талантлив. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Отчетная выставка художественной студии «Краски-09» в картинной галерее будет проходить до 29 января. Аладинаева Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия. Какими спортивными достижениями ознаменовался 2022 год в Крачево-Черкесии? Какие традиционные мероприятия прошли уже в наступившем году? Спортивные итоги и планы на будущее в интервью исполняющего обязанности начальника спортотдела Министерства физической культуры и спорта Крачево-Черкесии Рамазана Баева. С ним встретилась Мадина Лайпанова. Рамазан Вячеславович, год только начался, но в Крачево-Черкесии уже прошел целый ряд спортивных мероприятий в рамках декады спорта и здоровья. Вот хотелось бы узнать подробнее, какие конкретно мероприятия прошли и сколько людей, жителей Крачево-Черкесии и гостей приняли в них участие. По всей России в январе проходит декада спорта и здоровья. Крачево-Черкесия не стала исключением и, конечно же, приняла в этом участие. Были проведены разные мероприятия в муниципальных районах, городах. И центральная площадка была проведена в городе Черкесском непосредственно Министерством спорта Крачево-Черкесской республики. Что именно было? 2-3 января среди школьников и студентов провели соревнования по армрестлингу. Там порядка 100-120 человек приняло участие. 4 января мини-футбол провели. Там тоже порядка 100 человек было. Потом баскетбол был, плавание было. Много разных мероприятий везде были задействованы как спортсмены, так и просто желающие. И центральная площадка была проведена 6 января во дворце спорта юбилейный. В данном мероприятии приняли участие как жители Карачево-Черкесской республики, так и гости, которые приехали не только в столицу Карачево-Черкесии, в Черкесск, но и в Донбай, в Архиз. Очень много приезжих было ребят, которые с удовольствием поучаствовали. Соревнования проводились в разных видах. Это все-таки в первую очередь спортивный праздник, который направлен на то, чтобы приобщать людей к спорту. И проводился больше как праздник спортивный. То есть там были такие соревнования, как соревнования по дартсу, спортивный лабиринт мы выстроили, очень интересно провели, очень много было желающих повторить и еще раз побегать в лабиринте. Перетягивание каната, эстафеты, очень много разных эстафет было. Всем очень понравилось. Извели желание многие даже приезжать на такие соревнования в дальнейшем. Помимо спортивно-массовых мероприятий в Карачао-Черкесии с начала года уже состоялись состязания для спортсменов профессиональных. Вот хотелось бы узнать, какие именно и может быть есть ли какие-то уже результаты. 14-13-14 января был проведен такой турнир, как турнир памяти Кунижева по дзюдо. Это всероссийский турнир, он очень значимый. Он приезжает с многих городов России для участия в данном турнире. Значим он, потому что на этом турнире он является отбором на Россию. Многие спортсмены, занявшие первые места, призовые, они автоматически отбираются на Россию, то есть им не нужно отбираться на СКФО. Это очень большой турнир, на который приезжает очень много людей, порядка 300 человек. По шахматам со 2 по 5 января прошли соревнования как среди студентов, так и среди детей. Тоже очень значимое мероприятие для регионов, в том числе и для федерации шахмат. Также ребята отбирались на СКФО. При этом очень много перспективных спортсменов уже выявили в текущем году, хотя год только начался. И очень много ребят даже отобрались на СКФО, заняв призовые места и при этом выполнив нормативы КМС, МС. Как Вы уже сказали, основная цель проведения декады спорта и здоровья – это популяризация занятий спортом среди населения нашей республики. Вот хотелось бы узнать, какая работа ведется министерством в данном направлении и каких успехов уже удалось достичь. Спорт действительно популярен в нашей республике. Министерство спорта максимально этому способствует. Есть еще такие федеральные проекты, как «Спорт. Норма жизни», «Гемография», которые способствуют достижению таких высоких показателей, которые на данный момент у нас есть. Помимо этого, реконструкция действующих и строительство новых спортивных объектов ведется. Для того, чтобы спорт был более доступным даже в отдаленных городах и районах нашей республики. Увеличение числа населения, занимающихся спортом, за счет этого достигается. На данный момент у нас на конец 2022 года общая численность занимающихся спортом составила 55,5%. То есть более половины жителей республики занимаются спортом. Это высокий показатель? На самом деле да, но мы в текущем году планируем еще больше увеличить данный процент. В том числе и за счет строительства новых объектов, развития новых федераций. Несмотря на начало года, у нас уже открылось три федерации новых спортивных. В Карачао-Черкесской республике функционирует на данный период 32 спортивных федерации. Еще три были открыты, две из них связаны с киберспортом. Каждая федерация к концу года подает календарный план на следующий год, то есть на 2023 год у нас более тысячи мероприятий запланировано к проведению. Это, конечно же, также очень сильно влияет на развитие спорта в республике. Киберспорт также стал популярен, и наша республика также начала продвижение данного вида спорта. Уже есть результаты. Проводятся различные турниры, в том числе и масштабные. То есть это и вплоть до СКФО, различные мероприятия ведутся с отбором на Россию. Традиционно считалось, что в Карачао-Черкесии самые популярные виды спорта – это борьба, самбо, может быть, дзюдо. Но в последние годы в нашей республике набирают популярность другие массовые виды спорта. Вот хотелось бы узнать, какие и с чем это может быть связано. Плавание, гимнастика, легкая атлетика сейчас довольно популярные виды спорта. Легкая атлетика за счет реконструкции стадиона «Нарт» начала набирать колоссальные, я бы сказал, обороты. Плавание сейчас тоже довольно хорошо стали показывать результаты. Опять-таки за счет появления новых бассейнов. Заинтересованности людей в целом. То есть сейчас тенденция пошла на увеличение к занятиям спорта. И плавание – очень важный вид спорта в плане работы всех групп мышц. Многие спортсмены, даже те же борцы-дзюдоисты, они не пренебрегают плаванием. Они ходят также на плавание для развития, в плане физического развития. Гимнастика сейчас как спортивная, так и художественная набирает хорошие обороты. По спортивной гимнастике у нас в начале года должен выйти приказ Минспорта РФ о трех спортсменах, выполнивших нормативы мастера спорта, которые должны в ближайшее время уже получить мастеров спорта. И это очень большой, хороший результат для спортивной гимнастики. Поэтому данные виды спорта уже хорошо набирают обороты. И не только они. У нас и рыболовный спорт, и шахматы довольно сейчас популярны. Хорошо стали развиваться данные виды спорта. Поэтому, я думаю, уже неправильное осуждение, что только дзюдо, самбо или вольная борьба набирают обороты. Как вы уже сказали, в последние годы в Карачао-Черкесии увеличивается количество людей, которые занимаются спортом и физической культурой. Вот хотелось бы узнать, получаете ли вы какую-то обратную связь от населения? Может быть, поступают жалобы или предложения? И как вы с ними работаете? Конечно, конечно. Очень много обращений, очень много отзывов. На все мы это обращаем внимание, прорабатываем, работаем совместно с федерациями по видам спорта, по которым были обращения. Сейчас все тот же стадион довольно популярная тема. Много обращений по стадиону, мы на них обращаем внимание. Многие люди хотят ходить, заниматься самостоятельно. То есть, ну, у кого-то по графику не получается попасть на тренировки, но при этом хотят сами бегать, либо спортивной ходьбой заниматься. Стадион позволяет. И для этого мы сделали график посещения, свободного посещения. То есть, в свободное время от тренировок люди могут посещать стадион. В ночное время включено освещение специально для жителей республики, которые сами хотят позаниматься, походить. То есть, после работы до 10 вечера стадион работает. График полностью повесили прямо на входе. То есть, там можно четко посмотреть, в какое время можно прийти и самому позаниматься. То есть, не обязательно посещать секции для того, чтобы заняться спортом. Если говорить о планах на 2023 год, хотят бы узнать, что запланировано Министерством. Может быть, можно было бы выделить какие-то основные пункты. Как я уже говорил, вот календарный план, в него входит более тысячи мероприятий. Но, помимо этих мероприятий, проводятся Министерством спорта еще и спортивно-массовые мероприятия, которые могут быть как всероссийские, так и непосредственно республиканские, могут открыто республиканские. И только спортивно-массовых, в которых могут принять все желающие участие, запланировано более 200 мероприятий таких в течение года. Могу отметить ближайшие, это у нас будет Лыжня России, Лед Надежды Нашей. То есть, очень много зимних мероприятий и День снега. Это традиционные уже мероприятия, проводятся, я бы сказал, много лет. И с каждым разом мы стараемся сделать их более интересными, более активными для населения, чтобы при этом было интересно. Не просто поучаствовать в мероприятии, а был интерес у всех. Параллельно с этим в 2023 году запланировано много новых объектов к постройке, реконструкция некоторых объектов. То есть, год обещает быть насыщенным, продуктивным. Такими были вести спорта за прошедшую неделю. Я с вами прощаюсь, увидимся совсем скоро. Продолжение следует...